Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы событий. С вами Марина Матвейшина. И в ближайшее время вы узнаете все самое интересное, что произошло в Самаре на этой неделе. Разработкой самарских изобретателей заинтересовались в Министерстве обороны. Инноваторы создали программу, способную одновременно управлять несколькими беспилотниками. И это, по их словам, поможет за минимально короткие сроки с высоты птичьего полета изучать обстановку на больших территориях. А в дальнейшем разработка может стать незаменимой в спасательных и военных операциях. Где сейчас кружат беспилотники и каковы планы изобретателей, узнала Алина Чемерес. Эксклюзивный репортаж. Сейчас я выбрал однократный облет, то есть они облетят все один раз и вернутся на базу. Можно поменять на патрулирование, то есть они будут постоянно. По сценарию пять беспилотников летают над полем, чтобы изучить площадь посевов. Пока это только симуляция. Квадрокоптеры к компьютеру не подключены. Программа работает вхолостую. А вот это кадры реальных полетов. Группа из трех аппаратов кружит над полем с подсолнечниками, чтобы уточнить его границы. Территорию площадью в 420 гектаров изучали 8 часов. В результате создали 3D-модель полей и предоставили агрономам важные сведения. Первый наш выезд туда, нас первое, что попросили, это поехать на поле с подсолнечником и оценить, сколько поел там слизень подсолнечника. То есть мы туда приехали, облетели эту площадь, оценили сразу с помощью нашего портала площадь. Она оказалась там где-то 2,5 гектара. Это была уже полезная, ценная информация для агронома. Разрабатывать программу, которая может управлять Роем беспилотников, Денис Будаев и его команда начали в прошлом году. По их задумке, оператор только ставит задачу перед аппаратами. Дальше машины работают сами. По каналу Wi-Fi общаются, обмениваются данными и передают сведения на компьютер. Подключить к системе можно хоть сотню беспилотников. В программе все равно. Согласно ей, если один аппарат выходит из строя, остальные перераспределяют его обязанности между собой. На это им требуется пара секунд. Это стенд генерального конструктора. Несколько экранов. Сейчас ситуация здесь моделирована. На этом экране отображается то, что видит в данный момент перед собой оператор. Здесь состав группы беспилотников. Их высота над землей, скорость и уровень заряда. А здесь мы видим, как могут общаться между собой квадрокоптеры. Какую задачу сейчас они выполняют. Пока разработчики могут изучать информацию с беспилотников только после полета. В планах сделать так, чтобы данные можно было получать в режиме онлайн и сразу анализировать. По словам Дениса Будаева, разработанная его командой программа может быть полезной в разных сферах. Когда счет идет уже на минуту-секунду, и нужно быстро посмотреть какую-то территорию и понять, есть ли там, например, пострадавшие, есть ли там очаги задымления, лесные массивы какие-то, акватории, опять же, какие-то пострадавшие. И плюс задачи, где нужен постоянный мониторинг. Разработкой самарских изобретателей уже заинтересовались в Министерстве обороны. В начале сентября авторы проекта поедут в Москву на Международный военно-технический форум «Армия-2016», где презентуют свою инновацию. Спектр применений на самом деле широк. Это и разведывательная операция, это и ударная операция, это спасение, это установление минных полей, заграждений, это развертывание сети, связи. Как мы считаем, это во многом увеличит боеспособность наших войск, подразделений и так далее. Чтобы инновационные проекты смогли стать полезными в крупных отраслях, разработчиков поддерживают на федеральном уровне. Программа Generation S существует 2013-го. За это время свои проекты во всех сферах представили тысячи изобретателей. В этом году одно из направлений курирует Самара. Тут есть за что бороться. Кризовой фонд, международные стажировки для победителей и прочее, прочее. На самом деле основной выгодой от участия в этом проекте может стать построение бизнеса с лидером в отрасли. То есть вот это самое главное, на мой взгляд. Все остальное, по сравнению с такой возможностью, это все мелочи. Разработка Дениса Будаева – один из самых ярких проектов Generation S в прошлом году. Всего было более тысячи участников со всей страны. В этом году программа представлена по восьми направлениям. И только в Самару уже прислали около трехсот заявок. Алина Чемерез, Дмитрий Мешканцов, События. День авиации самарцы отметили на аэродроме Бобровка. Здесь прошел шестой региональный фестиваль авиационных и военно-прикладных видов спорта. Организовал праздник ДСААФ. Как это было, увидел Сергей Кизоркин. День авиации Владимир Глухов вот уже 20 лет встречает на аэродроме Бобровка. Прыгает с парашютом. На его счету это уже 1503-й. Ногу Владимир потерял на производстве. Для себя решил парашютный спорт не бросать. Освоил самостоятельно технику приземления на одной ноге. Ведь рожденный парить в небе под куполом парашюта просто ходить по земле не может. Зачем отказываться от того, что нравится. Тем более, что в России сейчас очень много парашютистов, скажем так. Паралимпийцев. Да, которые совершаем. Вот рекорд в этом году сделали формацию 14 десятков с перестроением. То есть, как бы и в мире это, скажем, не единичный случай, когда люди при определенных каких-то трудностях совершают прыжки с парашютом. На авиашоу в воздухе над аэродромом Бобровка работали самарские асы. Зрители увидели фигуры высшего пилотажа на кукурузнике, выступления парашютистов, имитацию воздушного боя на учебных самолетах Як-52. На земле прошли выставки современной малой авиации, ретроавтомобилей и техники времен Великой Отечественной войны, современного оружия российской армии. Посетители авиашоу могли пострелять из автоматов и сдать нормы ГТО. Молодежь сейчас стала более заинтересованной, стали заниматься собой. Проблема у нас в чем заключается? У нас было 53 секции спортивные были. Но наше финансовое положение не позволяет нам это делать. Значит, в настоящий момент мы в два раза сократили число этих секций. Если у нас раньше занималось где-то в пределах тысячи человек на бесплатной основе детей, но сейчас уже занимается где-то порядка 700 человек. ДОСА в Самарской области, добровольное общество содействию армии, авиации и флоту, проводит мероприятие круглый год. Зимой состоялись соревнования по военно-прикладным видам спорта, готов к защите Отечества. Весной прошел автопробег. Более 200 экипажей проехали по дорогам губернии. Летом авиационный фестиваль. И везде активное участие принимают студенты самарских вузов. Мы много говорим о воспитании молодых людей, воспитании патриотов нашей страны. Вот ДОСАФ занимается этим, подготовкой специалистов для службы вооруженных сил. Срок службы – один год. Вот ДОСАФ как раз будет активно, я думаю, наращивать и впредь, чтобы молодые люди приходили со специальностью, подготовленные в службе. На авиационном празднике самарский ДОСАФ получил от правительства области награду – памятный знак губернатора Куйбышев «Запасная столица». Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Олимпийские медали не получают, но фору спортсменам вполне могут дать. В Самаре прошел конкурс профессионального мастерства на звание лучшего пожарного и начальника караула. Участие в нем приняли спасатели из более чем 20 пожарных частей региона. Павел Баймаков продолжит. На старт! Внимание! Марш! Они и спасатели, и спортсмены одновременно. На соревнованиях, как и на работе, успех зависят от каждой секунды. В реальной ситуации ловкость, выносливость и скорость могут спасти человеческую жизнь. Илдус Асадулин в пожарной охране работает уже почти 15 лет. Свободное время отдает тренировкам. Отсюда и звание – мастер по пожарно-прикладному спорту. По штурмовой лестнице на четвертый этаж забирается за 14 секунд. И все это в полном снаряжении. Чтобы понять, насколько тяжело находиться в этой боевке, ее надо одеть. Особенно летом, в 30-градостную жару. Штурмовка вообще – это мой самый любимый спорт. Готовимся, постоянные зачеты и так далее. То есть, держимся на уровне. В форме нужно быть постоянно. Боевые навыки на работе приходится применять чуть ли не каждый день. На соревнованиях спасатели сдают челночный бег, подтягиваются и вяжут специальные спасательные узлы. Спасательные узлы, которые могут быть навязаны на потерпевшего. То есть, обнаружен человек в условиях пожара. Есть возможность его по пожарной веревке спустить. Есть определенный узел, которым пожарные завязывают пострадавшего и аккуратно его эвакуируют в безопасную зону. Участие в состязаниях приняли спасатели из 21 пожарной части региона. Лучшим предстоит выступить на региональных соревнованиях. Павел Баймаков, Василий Колдашов. События. Долгожданное возвращение. Исторический и филологический факультет и педагогического вуза снова переместятся в учебный корпус на Льва Толстого. Здание было закрыто на реконструкцию 10 лет назад. Студенты и преподаватели ютились в других корпусах. Каким стал корпус после ремонта, смотрите в нашем следующем сюжете. Гимн студентов снова раздается у дверей корпуса Самарского социально-педагогического вуза на Льва Толстого. После 10-летней реконструкции, в завершении которой уже никто не верил, корпус торжественно открывают в преддверии 1 сентября. Сюда вернутся те факультеты, которые располагались в нем и раньше – филологический и исторический. Одни из старейших вуза. Этот учебный год студенты-филологи-историки начнут в обновленном корпусе педагогического университета. И они даже не представляют, насколько им повезло. Потому что когда здесь училась я, еще до реконструкции, здание было настолько в ветхом состоянии, что в дырку на полу можно было наблюдать, что происходит в аудитории этажом ниже. Учиться нам это не мешало, было даже весело. Однако я представляю, как хорошо здесь будет учиться теперь. Открытие корпуса – настоящий праздник и для студентов. Им не придется больше курсировать по разным корпусам и учиться они смогут в первую смену. И для педагогов. Я здесь когда-то начинала работать и сюда. Прошло время, мы вернулись. Как иногда говорят, мечты сбываются. Все-таки мы вернулись на свое историческое место. И я считаю, что старо-новые стены помогут нам еще больше вносить вклад и в журналистское образование, и вообще в культуру и образование в целом самарского региона. Здание на Льва Толстого построили в 1936 году. До войны в нем размещалась морская школа. А в 43-м году корпус передали Куйбышевскому педагогическому институту. К 2005 году здание настолько обветшало, что продолжать учебный процесс в нем не представлялось возможным. В 2006 году началась экстренная реконструкция и затянулась на 10 лет. Была инфляция, были экономические кризисы в нашем государстве. И наполовину отреставрировали сначала, реконструировали. Потом не было совершенно денег. И вот совсем недавно, благодаря поддержке нашего губернатора Николая Ивановича Меркушкина, нашлись средства. И благодаря этим средствам и также вложению наших внебюджетных средств, наконец-то была реконструкция завершена. Педагогический – один из старейших вузов в Самаре. В этом году университет отмечает 105 лет. За годы своей работы вуз выпустил свыше 80 тысяч специалистов. А потому переоценить его значение нельзя, отмечает губернатор Николай Меркушкин. Мы будем делать все для того, чтобы наш педагогический вуз был одним из лучших. Почему? Потому что, какого уровня будут у нас преподаватели, я имею в виду преподаватели в школах, учителя какие у нас будут. От этого будет зависеть во многом наше будущее, будущее нашей страны. Совершенствуется материально-техническая база университета. В этом году был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс «Буревестник». И еще одна хорошая новость – вуз получит деньги на завершение строительства двух студенческих общежитий. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. Первый сентября с особым волнением ждут первоклассники. Чтобы первый день в школе не был стрессом, об учебе будущим школьникам рассказывают как о празднике. В промышленном районе Самары устроили акцию «Внимание, первоклассник». В игровой форуме ребятам рассказали, что же их ждет в ближайшие 11 лет. Марина Кравцова с подробностями. Тетради, ручки, портфели и форму приобретены. До дня знаний меньше недели. Осталось подготовиться морально. Первый раз в первый класс – миссия ответственная. Не меньше будущих учеников волнуются родители. Ну как-то привыкли, что он рядышком, в садике вроде как-то спокойнее. А тут школа все-таки взрослая, взрослая жизнь. Ей нравится. Она не волнуется. Родители волнуются больше. Детский сад, где каждый день праздника остался в прошлом. Впереди нелегкий ученический труд. Чтобы переход в новый этап жизни прошел как можно легче, для детей устроили акцию «Внимание, первоклассник». Задание на эрудицию, викторины, конкурсы. Тоже учеба, но в игре. Еще раз хотим вам рассказать о том, что именно в школе овладевают знаниями. Что ребята были уверены в своих силах, не боялись трудиться. И, конечно же, принимали активное участие в школьной, во внешкольной жизни. И были гордостью для своих родителей. Такие акции в промышленном районе проходят ежегодно. Непременно с подарками и угощениями. Дети знакомятся с будущими одноклассниками. На торжественную линейку придут уже с новыми друзьями. Новая жизнь для ребенка абсолютно. Но для того, чтобы они адаптировались быстрее, проходят такие встречи в районе. Они проходят не только на этой площадке. И территориальное объединение ТОСы проводят ежегодно. При необходимости консультационную помощь по самым разным вопросам окажут и родителям. А каждый первоклассник 1 сентября станет участником Всероссийского движения школьников. Новой организацией, призванной систематизировать всю воспитательную работу и объединить учеников. Марина Кравцова, Сергей Баскин. События. Гастрит, близорукость и нарушение осанки – традиционные заболевания школьников. В лидерах недугов плохое зрение у 22% детей. У такого же количества – гастриты. Многие школьники страдают от плоскостопия, ожирения и сколиоза. Как сохранить детское здоровье, рассказали психологи, педиатры и узкие медицинские специалисты. На заметку родителям. В первую очередь необходимо соблюдать режим дня ребенка. Он должен вовремя питаться, отдыхать и спать не меньше 8 часов, а также не перевозбуждаться в вечернее время суток. Также нужно контролировать психическое состояние, следить за тем, как ребенок адаптируется в коллективе, общается со сверстниками и учителями. Отрицательное влияние на нервную систему оказывает постоянные сидения за компьютером и всевозможные гаджеты. Лучше отдать предпочтение прогулкам на свежем воздухе. Режим дня. Здесь плюсы абсолютно во всем просматриваются. То есть, с чего начинает ребенок свой день. Это и зарядка, и водные процедуры, и завтрак, приготовление уроков. По окончании школы не должно быть самостоятельных прогулок. Ребенок должен прийти домой, переодеться, пообедать, отдохнуть, приготовление уроков. Далее у него появляется свободное время. Настоящий подарок для жителей поселка Береза – новые дороги. На этой неделе сюда выдвинулась техника, и бойко принялась их ремонтировать. В первую очередь в порядок приводят основные дороги двух улиц. Как долго ждали этого ремонта жители и какие перспективы дальнейшего благоустройства узнала Марина Кравцова. Такой способ ремонта дорожного полотна хорошо подходит для небольших повреждений. Смесью щебня, каждая крошка которого не превышает 10 мм, и битума заполняет все неровности на дорогах. Технология ремонта надежная и быстрая. У фрезерования нет необходимости. Достаточно продуть место разрушения воздухом, очистить от пыли и грязи и залить смесью. Сверху посыпают сухой гранитной крошкой. Когда влага из эмульсии испарится, состав затвердеет. Утрам будет его и проезжающие автомобили. Затем лишний щебень сметут к краю дороги и уберут. Объем разрушения составляет порядка 160-180 квадратных метров. Данный объем будет выполнен ориентировочно за две рабочих смены. То есть сегодня сделаем максимальный объем. Ремонт дорог с использованием эмульсионно-щебеночной смеси проводится в Самаре с середины апреля. В поселке пока меры и экстренные решения о ремонте в Березе прозвучало на встрече главы Самары Олега Фурцева с жителями Красноглинского района. Вот как построили дороги в 70-е, 67-е, 70-е годы. И знаете, после этого капитального ремонта не было. А то, что вот сейчас делают, это прямо очень мы благодарны. Я понимаю, что все сделать сразу, это невозможно. Мы надеемся, что вот это, как говорится, будет начало, а там, наверное... Заделывают самые загруженные дороги поселка. Второй и четвертый квартал. Гарантия на ремонт такой смесью – один год. Эта автодорога ведет к многоэтажным домам. Их там порядка восьми многоэтажных домов. То есть большая часть населения поселка Береза проживает именно в этих домах. И такое решение о выделении дополнительного финансирования руководством города было принято. Поселок Береза, хоть и отдаленный, но и здесь благоустройство будет продолжаться. Пока привели в порядок самые важные дороги. Прорабатывается вопрос о ремонте пешеходного тротуара, который идет через весь поселок. И есть ориентиры, к чему стремиться. В этом году в другом населенном пункте Красноглинского района, в Прибрежном, полностью отремонтировали большими картами 5 километров дороги, идущие от трассы М5. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. Бетономешалка, погрузчик и трактор временно поселились и в Самарском дворе на Волжском проспекте. С самого утра и до позднего вечера здесь кипят ремонтные работы. Меняют бордюры, камень, асфальт и тротуары. Жители с радостью пережидают временные неудобства. Зато потом, говорят они, будет не двор, а мечта. Как идет ремонт внутриквартального проезда на Волжском проспекте, увидела Мариана Мирная. Дома 60-х годов постройки. Во дворах с тех самых пор ремонта не было. Со временем асфальт разрушился настолько, что ездить по нему стало опасным. Жители на самом деле страдали и очень здорово страдали на эту тему. Почему? Потому что ямы доходили, наверное, по диаметру до 2 метров и глубиной до 15 сантиметров. Машины, как говорится, ездили шепотом. Тихо-тихо. Проехать было практически невозможно, а зимой это еще более проблемно было. Ремонт внутриквартальных проездов в Самаре ведется с учетом пожеланий жителей. Так и здесь подрядчики прислушались к просьбам людей и организовали столь необходимые парковочные площадки. Парковочные места именно в этом дворе. То есть у нас будет две площадки у нас. Соответственно, они будут на 30 автомобилей. Был спил деревьев подготовлены и будет упадка. Соответственно, все в сроке. Ремонт внутриквартального проезда идет по графику. Отставаний нет и подрядчики уверяют, что закончат в срок. Гарантию дают 5 лет, а также обещают не оставлять после себя разгром. По окончанию благоустройства они также обязаны подрядчик вывести весь строительный мусор после себя, произвести обратную отсыпку бортового камня, ну и, соответственно, оставить часовой порядок после завершения всех работ. К концу октября во дворе домов на Волжском проспекте будет новый бордюрный камень, асфальт и пешеходные тропинки. После чего начнется благоустройство прилегающей территории. Марьяна Мирная, Василий Калдашов, События. 350 детей с инвалидностью и без объединил фестиваль параспорта. Он прошел в лагере «Волжский Артек», что уже 15-й год подряд принимает на отдых детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребята-колясочники вошли в состав команды вместе с детьми, у которых нет проблем со здоровьем. Спорт на равных. Репортаж Инессы Панченко. Развиваются руки, работает мыслительная деятельность. В секции бочи организации «Парус Надежда Денис» занимается несколько лет. Игра зародилась еще в Древней Греции, а сегодня боча стала паралимпийским видом спорта. Он был очень рад, что он оправдал надежды и родителей, и всех его друзей, что мы не просто съедели, это было первое его соревнование. У нас прям проводники даже в поезде приветствовали, он с медалью ехал поверх куртки. Занятие спортом для таких ребят, как Денис, это прежде всего возможность общаться. В лагере «Волжский Артек» накоплен уникальный опыт летнего отдыха детей с инвалидностью. Ребята после смены со слезами на глазах расстаются, они остаются друзьями на всю зиму, до следующего года переписываются. К федеральному проекту «На урок вместе» теперь подключилась и Самара. Его суть в том, чтобы дети с особенными образовательными потребностями учились в обычных классах. Фестиваль параспорта – шаг к инклюзивному образованию. Задача вот этого мероприятия, в том числе, дать возможность разным детям пообщаться, увидеть разнообразие вот этого мира и понять, что в мире люди разные. И наша задача научиться жить в этом разнообразии, научиться себя позиционировать таким образом, чтобы было комфортно и самому себе, и своему окружению. Забить гол с завязанными глазами, бросить мяч в сетку, сидя на земле. Простые движения становятся мучительными, когда ты прикован к коляске. Можно об этом говорить, но не быть услышанным. А можно увидеть и попробовать разрушить стену изоляции между двумя мирами. Инесса Панченко, Максим Густев, События. Показали рыболовное мастерство. В Самаре прошли ежегодные соревнования «Рыбалка без границ». В спортивной ловле состязались команды общественных организаций инвалидов и ветеранов. В этом году соревнования впервые проходили на озере близ села Сырейка. Здесь были созданы комфортные условия для каждого участника. В командном первенстве главный приз за увесистый улов получили рыбаки Куйбышевского района. Но самые важные не результаты, а теплая семейная атмосфера и возможность для инвалидов хорошо отдохнуть на природе. Настолько удачно все получилось, люди очень довольные. Все чувствовали себя равным среди равных. Никто не чувствовал себя обиженным, обделенным. Мы сделали все, чтобы каждый смог проявить свои таланты в рыбалке. Праздник на пяти языках. Мордва, чуваши, башкиры, татары и русские. Эти народы исторически проживают на самарских просторах. И каждый раз все они шумно и весело собираются на совместные праздники. На одном из них побывала и наша съемочная группа. Сюк-сюк-ковава. О тружениках села поется, пожалуй, в самой известной мордовской песне. В трудолюбии этому народу не занимать. А потому Мордва всегда умела и хорошо поработать, и знатно отдохнуть. Вот и на праздник устроенной местной мордовской национально-культурной автономии собрались соседи, представители самых разных национальностей, проживающих на самарских просторах. Мордва, чуваши, татары, башкиры и русские. Мы собрались для того, чтобы все вместе еще раз озвучить то, что мы все живем на самарской земле, что мы являемся патриотами и любим свою землю, что история Мордвы непосредственно связана с историей нашего города, с остановлением этого города, что мордовский народ очень гостеприимен. Мы разные, но мы вместе. Эти слова звучали со сцены как минимум на пяти языках. Песни, танцы, стихи, видеозарисовки – то, чему не нужен перевод. Потому что главная мысль и так понятна всем присутствующим. Соседи должны дружить. Несмотря на то, что мы говорим на разных языках, душой мы все едины, живем на самарской земле. Мысли у нас все едины, чтобы мир был, чтобы благодать Божья была, чтобы дети наши росли в мире, в дружбе, ведь они учатся в школе, в институтах и должны учиться вот этому миролюбию. Когда мы начали познавать мир, мы уже видели, что рядом с нами живут такие же люди, но почему-то они говорили на других языках, но они такие же дружелюбные, такие же порядочные. Мы все говорим на разных языках, но мы едины. А пока на самарских просторах слышны голоса разных народов, можно с уверенностью сказать, что программа «Самара многонациональная» в нашем городе реализуется весьма успешно. Юлия Чернеева, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск совершен. Ярких вам событий. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин